Ну что ж, я снова всех диктантально приветствую. Ребятки, никто не надонатил на видос вот этот вот МакКлауда. Но я решил, что-то я не знаю, соскучился по нашему, так сказать, дорогому, можно сказать уже, такому боевому товарищу, да. И что-то я решил вот подарить своим подписосам, так сказать, просмотр, просмотр его. Вот, то есть, ну, один видосик, может быть, второй глянем, посмотрим. Просто делать нечего, вот. Сбор сегодня обнулялся несколько раз, так что не переживайте, ребята, донатики, в принципе, более-менее собираются, более-менее что-то есть. Обратите внимание, что я, как и обещал, если будет доллар больше 80, а я как бы предсказывал, что доллар дойдет до 90, ну, то есть, мое предсказание было такое, что доллар дойдет до 90, а потом постепенно пожухнет до где-то 75 обратно. Ну, я, естественно, сроки как бы не сказал, когда это все произойдет. То есть, я удивился, что доллар, ну, как бы, вот, за 80, короче, перевалил. Ну, собственно, у меня, я знал, что это будет, я планировал в честь этого сделать такую штуку. Вот. Ну, в общем, теперь я буду, получается, даже чуть больше, наверное, смотреть какие-то видосямбы, вот, чем раньше это было, возможно, да. Теперь можно уже по 20 донатить, и это будет внеочередное. Вот. Ну, при этом, соответственно, такая вот антикризисная штука. Надеюсь, что и подписосы оценят, и я, в общем-то, ну, скажем, сильно не обеднею, да. То есть, грубо говоря, как это, как это, ну, как мне кажется, как это должно сработать. Если в период, скажем так, нормального времени, да, или, там, экономического роста даже, предположим, что мне донатили, там, ну, пускай, я не знаю, там. Ну, пускай 500, предположим, рублей, для этого мне нужно было, там, обработать, грубо говоря, да, своими реакциями 25 минут видоса. Но зато, вот, как бы, ну, 500, там, точно можно было за какой-то период собрать, пусть, там, не знаю, ну, за 3 часа, я не знаю, точно можно было. Теперь мне все равно, получается, там, ну, как-то вот так же, наверное, то есть, если оставить 20, донатят меньше, а если сделать 10, то, ну, по сути, я мало чего теряю. Просто, ну, будет меньше моментов, где я сижу, жухну, там, хуйню какую-то несу, которые у нас в последнее время появились на стримах, то есть, ну, меньше будет мне нечего делать. И, соответственно, может, даже вот опять у нас будет прям такая вот лютая очередь из всякого говна хуйни. Все, что-то я запизделся, блядь. Ну, сами понимаете, лайки, комментарии и прочее говно. Спасибо всем за это, спасибо, кто заходит на стримы, спасибо донатерам. Глянем. Ну, что же, снова всех тотально приветствую и продолжаем лекции на лекции на лекции на лекции и так далее. Вообще вот, короче, как это можно описать примерно. Я вам сейчас нарисую схему, ребятки. Просто, ну, как бы я к этому готовился, поэтому я захотел так сделать. Просто я хочу, блядь, я уверен, что Макляка будет злорадствовать и радоваться, и поэтому я хочу договорить, да объяснить, скажем так, свою позицию. Короче, как люди действуют? Просто это экономически, на самом деле, обоснованная хуйня. Как действуют, допустим, чуваки в экономический рост? У Макладу неплохой микрофон. На самом деле не очень хороший, то есть просто он у него близко к лицу, и это уже как бы хорошо. Это более-менее правильно. Но он, во-первых, никак его не обработал совершенно. Короче, предположим, что ты делаешь некую коробку. Вот, и в период, допустим, роста, ну, или даже не в период роста, а всегда у нее себестоимость, хотя это на самом деле не совсем так, но предположим, что у нее всегда себестоимость 3 рубля. И в период экономического роста она тебе приносит 5 рублей. Соответственно, а для жизни, предположим, тебе нужно, да, эти схемы в пейнте, их все, я знаю, очень любят. Для жизни, предположим, тебе нужно, ну, 5 рублей тоже тебе нужно, предположим. Давайте так, допустим. Соответственно, если твоя производительность, то есть с одной коробки ты получаешь 2 рубля, если твоя производительность 3 коробки, то в период экономического роста ты выживешь. Но, если произойдет кризис, и одна коробка начнет приносить не 3 рубля, а 4 рубля, просто потому что, ну, либо, то есть ты либо продаешь одну коробку за 4 рубля, вот, ну, вы поняли, что это не 54, а 5, либо 4. Надеюсь, вы поняли. Если ты продаешь одну коробку либо за 4 рубля, либо ты продолжаешь их продавать по 5, но просто спрос будет уже не на 3 коробки, а на, ну, просто люди не смогут купить, грубо говоря, будет там на одну коробку, может быть, спрос. Соответственно, ты либо получаешь 2 рубля, либо получаешь 3 рубля. Вот. С трех коробок. То есть так ты получал 6, а так будешь получать либо 2, либо 3. При том, что тебе нужно 5. Это полная хуйня. Сами понимаете. То есть, если твой, получается, твоя деятельность, твой бизнес, твой, я не знаю, YouTube канал, твои стримы, твоя работа, все что угодно. Если вот тебе еле-еле, получается, хватало на жизнь, и ты никаким образом свою производительность, продуктивность не увеличивал, не улучшал, и не был готов к снижению вот этих цен, то ты попадешь в жопу. Однако, если ты, если у тебя таких коробок, допустим, 5, и ты все делал для того, чтобы эту производительность увеличить, 5, давайте 7 сделаем. Вот у тебя их 7. То тебе для жизни нужно было 5, а приносили они 14 в период роста, то ты еще, получается, накопить что-то сможешь. Он все это примотает. Ну, пускай промотает. Ладно, я для вас расскажу, ребят. То даже в период кризиса, тот, кто именно очень производительный, у него будет все равно, даже при маржинальности в единичку чего-нибудь там условного говна, условного бабла, и, ну, если он за 4 будет продавать, у него будет 7 хуев там в жопе. Ну, пускай это будет там хуи в жопе, допустим, я не знаю, такая вот валюта у нас будет. То есть так было 14, ну, а так будет 7, как бы в 2 раза меньше, но все равно хватит. И, соответственно, что это говорит нам? Это говорит о том, что самое главное – производительность. Вот это вот, блядь, да. То есть нужно стараться делать все для того, чтобы максимально много чего-то делать, да. И вот я постарался себе сделать все условия для того, чтобы максимально иметь возможность долго стримить, иметь возможность, не знаю, много, блин, там, стримить. И, соответственно, я как бы вот так вот делаю, господа. Я готов больше, грубо говоря, делать сейчас видосов. То есть если в то время, вы поняли, что он достал пейнт. Ну, как-то так, ребята, вот уж. Надеюсь, что найдется кто-то, кто будет только рад этому. Может быть, там в комментах люди будут писать, что реакция началась там с 8 минуты. Вот, короче, ребятки, самое главное, просто это сейчас вам на кризис совет всем. Самое главное, и в кризис, и не в кризис всегда, всегда самое главное – это вот быть полезным, производительным, да. То есть делать все для того, чтобы… Ну, короче, больше работать, еб-то, блядь, надо, да. Но имеется в виду… Ну, короче, тоже по уму это надо делать. То есть не просто больше работать грузчиком, какой смысл, или больше работать охранником, даже, блядь. Какой смысл больше работать охранником, грубо говоря. Нет, больше, ну, короче, над самим собой, скажем так, да. Короче, ладно, я надеюсь, что кто-то что-то поймет. Все это хуйня, это лучше не мне рассказывать, это вы лучше посмотрите других каких-нибудь умных чуваков. Просто, может быть, кому-то в моем исполнении будет интересно. Вот, блин, как так можно-то, я не понимаю, у меня там видос на 4 минуты, даже поменьше. Блин, 20 минут, 20 минут, ладно, давайте. Ну, да, поэтому, как бы, я там, где-то, где-то, я забыл. Ну, короче, бля, вот реально, вот мне кажется, в ситуации Макла… Да уже у него видос на 8 минут, а я уже 8 минут только вступления говорю. Правда, именно вот в такой ситуации. Рассуждать о том, что вот те, кто ходит за 20… Прошу прощения, в какой такой ситуации? На бичарских работах я работал. Ах, да, я помню твой вопрос, почему я уволился с курьера. Ну, курьер, это была подработка ебучая. Это было не каждый день, там, вот. Ну, это было удобно, вот, как подработку, то есть… Ну, да, а уволился-то ты почему? Неполная занятость. Там, есть заказ, я пришел, приходил, забирал, вот, отвозил. Нет, ну, нет тогда ничего, вот. Это была подработка. Кстати, подработку вообще сейчас сложно найти очень на неполный рабочий день. То есть, это вообще нереально, ну, вообще невозможно найти. Вот, хотя я пытался, ну, нету нихуя. Вот, нету и все тут, хотя я бы сейчас… Ну, сейчас есть сайты типа YouTube, или что-нибудь в этом роде, или там Яндекс.Услуги. Мне кажется, там можно что-то найти такое. Кстати, не отказался от такой подработочки на неполный день. Тысяч на работу – это лохи и рабы, но это как-то не очень. То есть, мне кажется, в любом случае, если человек работает, это лучше, чем если он не работает, блядь. А, так я работал, я работал. Мне это, в принципе, ничего не дало. Мне это, в принципе, ни хуя не дало. На печарских работах я работал. Мне это ни хуя не дало, но нет смысла. Нет смысла. Тем более, в 2020 году корячится за 25 тысяч, там, каких-то. Ну, смысл, блядь. Чтобы что? Да хуя его знает. И вот дальше давайте сразу отсюда. Ну да, лучше ничего не делать, блин. Или снимать видосики на YouTube, которые при этом еще и даже особо не просмотров, ну, просмотров не приносят и денег тоже не приносят. То есть, самое тупое, что он как бы прав, что работать на таких сраных работах смысла особого нет. Но это не значит, что вообще надо ни хрена не делать. Или именно сидеть такой, я, типа, вот что-то там ищу, чего-то жду. С другой стороны, а что надо делать тогда? Ну, точно, точно Темченко смотреть не надо. Он-то шарлатан, он тебе ничего не волнует. Вот. Да. Я тут кусок посмотрел уже. И пошли бы, и пошли бы нахуй, если бы провели эту забастовку или революцию. Никто вам все равно не поможет. Ну, может пошли бы, может нет. Да не, в это бы никто не пошел особо, знаете. Все получилось, как бы, там, зарплата-то побольше, как бы, чем у нас в россиянии. Почему-то скажут вам. Ну и пошли вы. Потому что она относительно курса доллара просто большая. Ну, в долларах у них зарплата больше. А какая разница в долларах, если фактически, фактически, зарплата это... Ну, короче, относительно того, сколько ты можешь купить еды себе, сколько ты именно в этой стране можешь приобрести благ на эти деньги. Типа, измерять зарплату в долларах не имеет вообще никакого смысла. Роляет то, сколько ты можешь приобрести благ именно в этой стране на вот эту сумму ее локальных денег. То есть, грубо говоря, если бы у меня в России была бы зарплата 100 долларов, то есть, например, 6 тысяч рублей в месяц, это пиздец, полное говно. Как бы. По меркам Америки, по меркам доллара и так далее. Но, блядь, если хлеб стоит, батон хлеба 20 копеек при этом, да, даже если это 100 долларов. То есть, даже если это именно 100 долларов. Если чизбургер стоит, предположим, 50 копеек, да, допустим, и так далее. Тогда охуенно. Почему бы и нет? То есть, единственное просто, что ты не сможешь себе там позволить, ну, это, получается, заграничные поездки будут очень дорого стоить. Ну, и плюс, на самом деле, такого быть не может, если бы все было вот настолько дешево, то... Ну, вообще, оно примерно так и есть, но оно просто не... Ну... Россия уже слишком, слишком, скажем так, цивилизованная страна для того, чтобы так было. Ну, грубо говоря, в Сомали примерно так оно вот и есть, там, или не в Сомали, а в каких-то вот таких странах. То есть, просто никто туда соваться для того, чтобы там, грубо говоря, подешевле поесть, никто туда не поедет, чтобы там пожить спокойно, почивить, там, поесть подешевле. Чисто, да, там, поработать в интернетике, которого там нет, скорее всего. Вот, поэтому у них там, как бы, такое вот. Ладно, что дальше? Пидоры, нахуй, вместе со своей забастовкой, мусора вас к хуям прогонят, отпиздят дубинками, засадят в автозак и скажут, идите в жопу, долбоебы, блядь, бомжи. Неправильно сделают, блядь, потому что хули вы, блядь, нихуя не делали всю жизнь, а тебе... За забастовку у мусора отпиздят? Ну, как-то, сам... Ну, за митинг, окей. Митинг, не знаю. Хотите, блядь, зарплаты себе большие, блядь. Ну, что значит большие зарплаты, в твоем понимании, как бы... То есть 40 тысяч это большая зарплата? Смотря за что, скажем. Или ты считаешь, по твоему мнению, вот там 20 тысяч, 20 тысяч, да, например, рублей, да? Это что? Ну, 20 тысяч это нормальная зарплата за некоторые виды труда. То есть, зависит от того, что ты делаешь. За пользу. Ты сам-то на митинг ходил, ходил, ходил. На самый первый я ходил. Вот, погулял чисто. Туда-сюда, там, по Тверской, до Кремля, обратно. Прикольно. Я даже видел чуваков, которые влезали на фонарь. То есть, они прям были непосредственно недалеко от меня. Которые известные в итоге потом стали. Оказалось, что какой-то из влезавших на фонарь, это какой-то там... Сын какого-то тоже важного хуя. Типа депутата, чуть ли там что-то такое. Что очень смешно. Как вспомнить зарплату в 90-х миллионных рублей? Ну, вот, да, типа того, да. Можно сказать, что вот, блядь, там, в 90-х были охуенные зарплаты. Миллион рублей там. Чё-то стоило. Так, 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 так. Маклауд зарабатывал охранником около 27-х. Непозволительно высокая зарплата для обычного охранника. Уверен, что Маклауду даже лицензии нет. Ну да, и плюс ещё и который чё-то там хуёво наделал. Судя по всему, и должной аттестации не проходил. Ну, короче, смотря за какой... За какой труд. За какой труд и какого человека. То есть, предположим, если ты, ну, хоть что-то умеешь по-человечески. Хоть что-то умеешь по-человечески. Я не знаю, блядь, кальян забивать ты, например, умеешь. И можешь пойти устроиться работать кальянщиком. То, наверное, 10 тысяч, в Москве тем более, например, хуёвая зарплата. Или 20 тысяч. 30, ну, вот уже, может быть, там как-то о чём-то. Да? Соответственно, в периферии, может, и меньше. Ну, потому что, ну, блядь. Кальянщики норм фарминг 100. Ну, опять же, наверное, зависит от того, где работает. Как выглядит тоже, наверное. Да? Может быть, от опыта. Может быть, от... Я не знаю, от чего, честно говоря. До конца не знаю. От города. Ну, от всякого дерьма может зависеть. Да. От места, от спроса, типа, в этом месте. Допустим, да. От чаевых там всяких. Ладно, что дальше? То в 2012 году, что вот сегодня, в 2020 году. Это одно и то же. Да? На них можно купить одинаковое количество там товаров каких-то. Ну, нет, конечно. Это одно и то же. Да? Ну, в твоем понимании, да? Нет, не одно и то же. Но вот именно по меркам сегодняшним, 2020 года. Но я пока еще до конца не понял. Может быть, сейчас цены люто вырастут из-за доллара. Но пока вроде такого я не наблюдаю. Ну, вот пока что мне кажется, что там... Я пока еще не привык, что доллар 80 все-таки. Ну, то есть, если доллар 65, там 60. 20 тысяч в ПГТ на 10 тысяч человек за какую-нибудь примитивную работу, типа кассира в пятерочке или кассира, ну, просто кого угодно. Любой продаван, любой продавец какой-то обычный, любой там охранник, любой какой-нибудь работник какой-то там, блядь, не знаю, уборщик какой-нибудь. 8 тысяч люди работают. 20 тысяч хорошая зарплата для такой работы и в таком месте. Где, соответственно, жилье стоит просто какие-то ссаные копейки. Там, типа, в месяц, мне кажется, в некоторых таких ПГТ. Ну, можно... Бля, есть... Есть такие населенные пункты, где тебе отдают дом бесплатно, просто чтобы ты за ним следил, чтобы он не сгнил к хуям. Типа, плати коммуналку просто. За коммуналку и все. То есть, грубо говоря, если дом бросить, не платить коммуналку, он совсем сгниет к хуям и просто, ну, вообще будет бесполезен. Вот бывает, что там, я не знаю, чуть ли не цыганам, блядь, отдают, там, за косарь в месяц, за 500 именно дом, ну, который там особо никому не нужен. Ну, так чисто, чтобы они там что-то... Следили за ним, можно сказать. Ну, и... Понимаете, в каком смысле. Бывает, ну, квартиру даже там в каком-нибудь пятиэтажке сраны за 6 тысяч, там, не знаю, снять можно, наверное, трехкомнатную в центре города, но этот город там будет на 10 тысяч человек. То есть, такое. То есть, Россия, это же, опять же, это не только Москва, не только Питер. То есть, да. Ну, а, соответственно, в Москве или в Питере, ну, да, тоже, за неквалифицированный труд какой-то, 20-30 тысяч нормальная зарплата. Для начала. Вот. В Донецке, если так найти. Ну, понятно, блядь. Ну. Не, я говорю, все-таки не обязательно военный какой-то город, а просто, ну... Блядь. Ну, небольшое какое-то... Небольшое какое-нибудь захолустье, да. Соответственно. И что там? Там интернет будет какой-то вполне себе. Там, может быть, даже будет круглосуточное что-нибудь. Типа, то есть... Вот я был в подобном ПГТ. Там круглосуточная завравка, в ней магазин есть. Круглосуточный, типа, фастфуд. Ну, там такая лавка, типа, с сэндвичами, с бутерами, с какими-то. Вот. Какой-то рейстик, по-моему, даже есть. Тоже 24 часа работы. То есть, ну... Ну, то есть, город, конечно, пожухает относительно Москвы. То есть, Москва, она вообще never sleeps. То есть, сейчас, мне кажется, даже вот в наше... Такое вот непонятное, может быть, даже предкарантинное какое-то время выйти. Ну, думаю... Хотя нет, вру. То есть, людей, конечно, много прям на улице не будет, но свет везде горит. Кто-то где-то по-любому будет. Если к метро, допустим, подойти, то там точно кто-то что-то чилит там. Что-то делает. Хули там делать, тоска смертная. Блять, да так же сидеть дома. То есть, вот я сижу... Вот, условно, я сижу в будке в Москве. Я, типа, 10 часов сплю, 8 часов... Ну, фу, наоборот. 10 часов, там, допустим, стримлю. Ну, продолжим, давай так. 8 часов стримлю, 8 часов сплю. Ну, и оставшееся время пинаю хуй. Ну, все, сходить в магазин. Там такие же магазины есть. То есть, там есть... Причем разные магазы. Просто они не круглосуточные нихуя. Ну, так же там. Пятерка, магнит, дикси. Фикс прайс там есть. Одежду там какую-то можно купить. Магазин техники там есть. И там, в принципе, есть всякая хуйня. Вот. Ремонт там всей этой хуйни. Тоже какой-то есть там. И он очень дешевый относительно Москвы. Вот. Значит, этот... Красное и белое там есть. Ну, Сбербанк, понятно. То есть, что-то дальше там куда-то... Я просто... Я был в таком городе, но, говорю, я был на очень маленьком его отрезке. Я особо его не обгулял. Вот. Соответственно, в Москве есть возможность. Ну, да. Да. Наверное, вот. В этом есть какой-то кайф. Да. С больницами здесь попроще и так далее. Вот. Ночью немного хуеешь что-либо искать. Ну, вот. Как говорится. Хуй дымится. Ну, может быть, кстати, вот здорово не в лютых ебенях, а, предположим, вот как тот же... Как тот же один знакомый стример, да, наш, который живет там полчаса на машине от города большого, нормального, да. И, соответственно... Ну, и плюс именно стример, я говорю. Я вспомнил про стримера. Можно еще про Леуса вспомнить, который тоже. То есть там... Вот он живет там где-то, то есть... В Педмосковье, да, там сраном каком-то. Но в Педмосковье все равно все равно города такие, то есть, крупные и... Не знаю. В Педмосковье это не то, наверное, немножко. Но условно... Ну, короче, да. Какой-то вот такой вот... Вот, короче... Я даже не знаю. Под каким-то городом, но не под Москвой и не под Питером, предположим, если, да. То есть вот может быть, что где-нибудь под Тулой, допустим, но именно там, где относительно новые, построенные, или какие-нибудь... Ну, короче, где не очень много жителей, предположим, и в основном какое-то дорогое, короче, там при этом жилье. Хотя тогда смысл... Бля, хуй знает, короче, что-то я загнался этой хуйней всей. Химки равно Москва? Вопрос. Нет. Короче, ну, в Подмосковье больше же... Ну, контингент хуже просто. То есть, поскольку там дешевле жить, там, соответственно, ну, всякие понаехавшие, то есть, живут, кто на заработки, типа, приехал. И, соответственно, ну, нет, там есть и пиздатые чуваки и так далее, но думаю, что почти любой житель Мытищ не отказался бы жить не только по причине того, что ближе добираться там куда-то, а просто, ну, по причине того, что там приятнее находиться. Не отказался бы жить, соответственно, где-то вот там вот в пределах этого там третьего или какого-то там кольца, да. Вот. Ну, то есть, ну, там такое в себе. Ну, я, честно, не знаю, может быть, в какой-то, допустим, какой-то подмосковный населенный пункт и неплох. Действительно, относительно там всех остальных. Ну, я бывал в разных. Не знаю. Ну, может быть, куда-нибудь вот там вот видно или южнее, а там может быть. Ну, как-то мне почему-то там понравилось, то есть, то, что я вспоминаю, мне, в принципе, показалось нормичным. А так, в целом, ну, Ижевск вместо силы. Ладно, хуй с ним, давайте Маклауду посмотрим, что он рассказывает. Уже забыл. На них можно купить одинаковое количество там товаров каких-то, да? Это одно и то. Да, короче, нихуя не одинаковое количество товаров можно купить, понятное дело, на 20 тысяч, типа, тогда и 20 тысяч сейчас. Но 20 тысяч рублей это достойная зарплата за отстойный труд. Вот и все. Какой же коэффициент реакции? Ой, пиздец. 26 минут, реагируем на 3 минуты. Да? Ну, в твоем. Ну, с Маклаудом всегда так, я не знаю почему. Он вот как-то говорит, и у меня прям, он меня прям провоцирует, из меня мысли вот так вот просто начинают переть. Так что, если стрим очень скучно, его можно включать просто для того, чтобы разродиться контентом. Господа, можете, кстати говоря, в дудонить сейчас, если вдруг кому стало весело и интересно. Можно, не знаю, рубчиков там сколько-нибудь подкинуть уж. В 2012-м что сейчас? В 2020-м? Нет, 20к это вот минимальное бабло, чтобы с горем пополам выжить. И ровно столько и должны платить за бесполезный труд. Или за полубесполезный труд. То есть вот, ну, бывает, что вот я, допустим, ну, не знаю, вот, владелец Finflare, да? И мне нужен, ну, просто, блядь, вот я не знаю, может быть, он мне даже не нужен. Но, типа, я готов, в принципе, наверное, то есть у меня, когда оборот 500 тысяч в месяц, я готов, наверное, ну, или не оборот, там, доход, предположим, 500 тысяч в месяц, доход бизнеса. Я такой, ну, можно, в принципе, за 20 тысяч нанять, чтобы хоть чуть-чуть там как-то меньше воровали. То есть это даже с учетом воровства, предположим, у тебя 500 тысяч доход, и предположим, что у тебя там подворовывают, и тысяч 50 ты от этого теряешь. Тогда ты, наверное, готов нанять охранника, скажем, за 20 тысяч, если воровать будут хоть немного меньше за счет этого, за счет того, что он там сидит. То есть вот ради такого, и это будет такое полуусловное щачло, то есть вот, ну, если это выгодно. И плюс в чем прикол, то есть ты платишь ему ровно столько, сколько имеет смысл. Потому что нахуя платить 40 тысяч, если куча людей, если очередь этих охранников, готовых за 20 тысяч работать, зачем платить 40? То есть платить 40 надо тогда, когда за 30 нет желающих работать, и за 35 нет. Вот тогда надо платить 40. А если есть желающие работать за, даже за 10, наверное, мне кажется, найдутся те, кто будет готов там посидеть, потупить, поохранять. Хорошо еще, что школьникам нельзя работать, а то еще они бы, блядь, позанимали бы какие-нибудь прям, не знаю, супер сильно задемпили бы цену, и вообще просто... Устроили бы такой рай для этих предпринимателей. То есть что очень дешево бы стоила рабочая сила. Вот. Так что вот как-то вот так. Ценное что-то надо делать, Маклауд. А не клянчить, блядь, 30 тысяч за работу, которая, блядь, даже 10 не стоит. Ну, по-моему, нет. По-моему, нет. Кстати, предлагаю, да, глянуть, заглянуть немножечко. Так, что тут у нас? Ага, минимал... А я уже говорил, что минимальный размер оплаты труда — это уровень, скажем так, социализации. То есть насколько страна социалистическая? Опять латентный гомосексуалист пробует разоблачить Моисея Великанова. Впрочем, ничего нового. Алекс Фетисов, спасибо большое за 40 рублей с сердечком. Собственно. Ну, не знаю, как там у него. С какой-то сексуальностью, но... Ну... С чем-то у него там что-то не очень явно. То есть, блядь... Мне бы так не хотелось. Так, ладно. Вот. Минимальный размер оплаты труда. Что такое минимальный размер оплаты труда? Это то, насколько государство ебёт мозги, по сути, самым честным и самым нужным людям. То есть предпринимателям. Тем, кто делает что-то, блядь, вообще вот самое нужное. Вот, допустим, есть маленький ПГТ на 10 тысяч человек. Вот в нём, я уверен, что неплохо живут, и при этом они, ну, заслуженно неплохо живут. Директор пятёрочки, директор Дикси, директор Сбербанка местного отделения, директор пивнушки и так далее. Они там эти пивнушки, хуйнушки и всю вот эту вот залупу открыли. Почему? Потому что, блядь, вот они были вот те, кому не лень всё это сделать. Все остальные, они вот, ну, хуй знает. Такие же Маклауда. А нашлись те, кто, собственно, готов был поработать, как бы вот, блядь, побегать, поноситься, пооформлять документы. Чуть-чуть помучаться, порисковать. И в итоге, соответственно, там, открыть каким-то образом, там, какое-то своё небольшое дело, да. Вот, то есть, ну, тот же Мэдди Мурк рассказывал, что он ещё до Ютуба промышлял в своём небольшом тоже подмосковном городе ремонтом мобильников, ремонтом ноутбуков, вот, и о том, как там, в принципе, неплохо по баблу всё получалось. То есть, опять же, человек ценный, человек делает ценное дело, всё, у человека есть деньги. Абсолютно легко и справедливо. Вот. А минимальный размер оплаты труда, так вот, допустим, я делал вот это вот дело, и ещё раз говорю, мне нужен какой-нибудь жух, который будет делать просто нелепую совершенно хуйню, с которой справятся даже тупорылые обезьяны. И при этом есть очередь тех, кто готов это делать за 10 тысяч рублей. Буду ли я платить им, ну, 15? Наверное, нет. Заплачу 10, и при этом это и мне выгодно, и тому, кто у меня работает, выгодно. И для экономики хорошо, и для конечного потребителя хорошо. А теперь представьте, что будет минимальный размер оплаты труда 25 тысяч рублей. Минимальный, блядь, размер оплаты труда будет 25 тысяч рублей. Я этого тоже не понимал. Я думал, вот, Навальный, молодец, 25 хочет сделать тысяч. Минимальный размер оплаты труда. Блядь. И пиздец же, блядь, на самом-то деле. Всё. Просто нужно будет всяким долбоёбам, просто долбоёбам, которые делают хуйню платить большие деньги. То есть выгоднее будет вообще не нанимать человека, а робота на его место нанять, или самого. Или за 25 тысяч нанять одного человека, который будет, там, разнорабочим делать и то, и всё, и третье, и пятое, и десятое. Или разделить на две смены как-то. То есть вот, ну, не должно 25 тысяч стоить то, что стоит 10. У нас многие люди, то есть многие люди из тех, кто получает зарплату 10 тысяч рублей, они и работают на 10, блядь, а то и на 5. Работают на 5, а получают 10, блядь. Работают на 10, а получают 15. Чаще всего вот так оно, блядь, понимаете? Или даже, может быть, работают-то они изо всех сил, но полезного они при этом делают на 5 тысяч, а получают 10. Ну, не прям так, я условно говорю, понятное дело. То есть полезного относительно, там, ну, скажем так, рыночной цены вот такого труда. То есть понятно, что никто не будет платить никакому сотруднику меньше, фу, больше, чем он приносит, больше, чем выгоды от этого сотрудника. Вот и все. Так что минимальные размеры оплаты труда, это вообще хуйня собачья. Это вообще полная хуйня, и пошла она в пизду. И хорошо, что в России она низкая. Наша любимая минималочка. Почему минималочка? Ну, не средний же смотреть. Средний это такое себе, да? Можно, конечно, и средний глянуть, но я вообще люблю по минималке, по минималке вообще, на что рассчитывать. Правда, не в каждой стране есть минималка, и здесь довольно... Пиздец, вот мне интересно в Швейцарии, блядь. У них ебаный продавец в каком-нибудь сраном магазине реально 3500 бачей получает, блядь. Просто какой-нибудь продавец в каком-нибудь говномагазине? Там, наверное, цены, пиздец. То есть, вот мне интересно тогда, сколько стоит батон хлеба в Швейцарии. Я все измеряю батонами хлеба. Это самое главное. Цены в Швейцарии на еду. Просто я пытаюсь понять, за счет чего эта зарплата платится. Мне вот прям даже очень интересно. Может быть, у них там реально одни банкиры или типа того. Ну-ка, хлеб. Х-леб. От 125 рублей за батон хлеба. Ну, поэтому у них в 6 раз больше минимальная зарплата. Даже не в 6, а там ну хуй знает сколько. Вот поэтому. Ну, условно получается, да. Не в каждой... Дания, Монако, Ирландия, Бельгия, Хуельгия. В каждой стороне есть какие-то минималки, потому что их может не быть. Вот. Но в Россиянина есть, да, там 2012 сейчас. Мрот у нас. Ну вот, вот. Ух ты, дёп твою нахуй. Великая сверхдержава между Доминиканой и Кенией. Макклауд, а представляешь? В алфавитном порядке Россия находится между Руандой и Румынией. Вот. Ссылка удалена. Путин, сука, тварь, мразь. Мамина дродяга, папина симпатяга. Спасибо большое. Батон в нашей стране не самый важный показатель. Здесь для каждого самое главное. Куетон. Да, 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 да. Вот, спасибо большое, швейцарский швейцарец, за донат. Вот это вот мем, блядь, такой старый. Макклауд, вообще, вот пишись, вот тебе надо посмотреть паблик. Платиновые мысли юных либерах. То есть, не, я как бы сам за всё хорошее против всей хуйни. За развитие экономики, за то, чтобы, блядь, не было коррупции, за свободу, блядь, за пидорасов и так далее. Вот. Но прикол в том, что проблема России сейчас в людях. Пока нет спроса. То есть, скажем так, скажем так. Как мне себе это представляется? В чём причина? В России есть люди, которые могли бы немножко пообучаться, немножко попробовать поприспосабливаться, немножко начать трудиться и вместо двадцати тысяч начать зарабатывать шестьдесят. Вот. Соответственно, человек, который зарабатывает шестьдесят, он больше тратит, он стимулирует экономику, он может позволить себе больше тратить. Он может позволить себе покупать не за двадцать рублей хлеб, а за тридцать рублей. Вот. Если это того стоит, соответственно. Даже если того не стоит. То есть, он может себе это позволить просто, если у него шестьдесят тысяч. Он может позволить себе, чтобы, не знаю, у него там асфальт идеально был на улице выложен. Может позволить себе налоги приплатить какие-то. И так далее, и тому подобное. И, соответственно, если бы он мог себе это позволить, допустим, хлеб за тридцать рублей, а не за двадцать, тогда магазин мог бы себе позволить Маклауду платить не двадцать, а тридцать тысяч. Да? Но тогда магазин бы уже не Маклауда нанял, а вот, ну, максимально хорошего сотрудника, да, грубо говоря. И так далее. То есть, прикол в том, что люди, люди, то есть, некоторые не готовы работать, не некоторые, даже многие вообще, многие, очень многие люди в России, к сожалению, по тем или иным причинам, молодые особенно, не готовы работать, скажем так. Работать именно в правильном направлении, да? Над собственной, там, финансовой грамотностью той же самой. Хотя бы. Спасибо, анальный аналитик. Проблема России в людях, которые не достраивают струну и играют с глубокой загрузкой. Вот это тоже очень важная проблема. Спасибо, анальный аналитик. Да. Спасибо большое за донат. Так вот, люди не работают, вот сидят как Маклауды, то есть, он пользы не приносит, он денег не зарабатывает, если бы у Маклауда было бы 60, то он бы приходил в магазин и тратил бы там какие-то деньги и на этом бы зарабатывали люди в магазине. Да? И экономика бы шла, они бы заработали, они бы тоже тратили и дальше, 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 дальше. То есть, один потратил, благодаря этому другой может потратить, благодаря этому следующий и так далее. А если один не тратит, то этот не заработал, он тоже меньше тратит, он тоже меньше тратит, и все вот так вот, все вместе тратят меньше, и начинается анальный пиздец, соответственно, никто ничего не зарабатывает, все находятся в жопе, у всех там становится меньше клиентов, экономика жухнет, то есть это называется кризис как раз, да. Так вот, Россия находится в состоянии, скажем так, ну, если позитивно это назвать, развивающейся экономики, не развита еще, а развивающейся, потому что неразвиты люди изначально, потому что люди, блядь, маклаудят вместо того, чтобы работать. Во всех вот этих странах, которые находятся выше, да, люди понимают, ну, то есть там можно позволить себе такой минимальный размер оплаты труда, почему? Да потому что люди там готовы переплатить побольше за батон хлеба, переплатить за то, что у них там налогов, за то, что у них асфальт будет сделан, потому что они работают так, что им вот столько платят. И потому что все вокруг них, все в этой стране, условно в Швейцарии, все работают как следует, да, грубо говоря. Все понимают, как что устроено, как надо, соответственно, действовать, как надо, вот, там, обращаться с деньгами и так далее. В России никто ни хера не понимает. И, собственно, блядь, сидят и маклаудят. И вот из-за этого как раз... Чё это вот такое, блядь, я не пойму. Ну ладно, похуй. И вот из-за этого как раз нельзя позволить больше платить эту зарплату. Просто потому, что магазин столько не зарабатывает, чтобы было выгодно. Да, к сожалению, тоже в этом проблема, что нередко... Ну, то есть, что у людей нет доверия к родному продукту. То есть, все рассказывают... Ну, это особенно довольно забавно, что очень многие, типа, даже лютые какие-то патриоты покупают всё равно технику зарубежно. Не доверяя отечественному производителю. Вот, и из-за этого, соответственно... Ну, то есть, когда я купил ноутбук HP, я, как бы, обогатил тем самым фирму HP американцев. То есть, ну, и... Я думаю, что если бы была, допустим, фирма какая-нибудь там, не знаю, Ruscom, допустим, и они бы делали ноутбуки. Вот. Никто не купил бы. Просто потому, что очень, к сожалению, низкое доверие к российской, вот, к российскому всему. И это плохо. У финнов, наоборот. Финны готовы, не знаю, в два с половиной раза переплатить, лишь бы купить финское. Потому что они понимают, насколько важно оставлять деньги в экономике именно страны. Была бы нормальная российская техника. Ну, вот, как бы, вот... Вот. Типичный русофоб сидит. Все понятно. Она была бы, если бы... Если бы она когда появилась, в нее бы действительно... Если бы люди были бы к ней готовы. Дело в том, что люди сейчас... Просто спрос. Рынок сейчас, к сожалению, в России, не готов к нормальной технике российского производства. Не готов к нормальным автомобилям российского производства. Все привыкли к совку. Привыкли, что лада говно. А лада это совок, по сути дела. Ну, там, или жигули, или что это. Совковое говно. Да, все, что было в совке, это дерьмо собачье. Что такое, типа, скрипит, свистит, пердит и режет яблоко на три части? Советский разделыватель яблока на четыре части. Совковое дерьмо, все. Музыка совковая, дерьмовая. Российская, она хорошая, уже может начать сейчас появляться. Но люди не готовы к ней. Кино, мы можем снять нормальное, хорошее кино. Люди не готовы. Люди и деньгами не готовы платить за это. И, ну, вот, как раз именно патриотизма такого, вот, экономического патриотизма очень не хватает России. Как только вот это вот, ну, начнет появляться грамотность и вот такая вот история вся, тогда, вот, ты говоришь, я бы сам купил что-нибудь российское, но его почти нет. А его почти нет именно потому, что я не готов к российской технике, потому, что я уже готов к макбуку, алло. Ну, вот. В итоге, ну, ты, допустим, тут нафармил бабла, получается, в России и отдал, ну, туда. Запомню про кино и искусство. Ну, так и что, скажешь. Российские гитары, инспектор Хмелевский. Ну, начали делать нормальное сейчас. Они бы стоили как 3 HP. Думаю, нет. Подруга в Чехии поваром подрабатывала. Угу. Ну, понятно. Мигранты уже задемпили цены. Тоже верно. Так. Коэффициент реакции, швейцарица. Сейчас кину тебе, короче. Ну, давай пока посмотрим Маклауда дальше. Блядь, это что вообще такое? Ёбаный там в рот, ну. Короче, Маклауд, мрот такой, потому что ты в этом виноват на самом деле, потому что ты не работаешь нихуя, а сидишь и, блядь, графики рассматриваешь. Это если коротко. Это если не объяснять по науке. Если объяснять вот по простым, простым человеческим языком, Маклауд сидит дома и... А в итоге делают же даже в Китае сейчас нашу технику. Да нет, чел, она может стоить столько же. Ну, сейчас на самом деле производство, именно само производство, оно всё в Китае. Начали уже что-то делать. Просто народ, ну, не доверяет нашему ничему. Есть, допустим, телефоны мобильные, Тексет. Неплохие мобилы, между прочим. И фирма наша именно. Есть этот самый. Ну, или, блядь, вот фильмы, допустим, российские. Ну, я имею в виду, не дороже. Вот представь, допустим, вот взять российский фильм. И он, ну, предположим, стоит билет на него столько же, сколько на западный. Ты же, ты пойдёшь на западный по-любому. Ты точно пойдёшь на западный. И положишь в итоге бабки в карман американцам, вместо того, чтобы положить нашим. И это понятно, потому что фильмы российские, те, которые выходят сейчас в прокате, к сожалению, это говно. Вот. А почему? А потому что невыгодно, блядь, сделать мне говно. Потому что люди всё равно пойдут в основном на американский фильм. А на российский пойдут, ну, вот там, не знаю, несколько странных людей. То есть, если бы на российском фильме можно было бы заработать столько же, сколько на американском, то российские фильмы были бы американского качества. Что я имею в виду? Ребята, вот я вам в глаза сейчас через камеру смотрю. Я, давайте, без фильмов, я просто лично про себя скажу. Если бы я, вот я, лично я, Моисей Великанов, Антон Калюжный, Если бы я мог бы заработать на музыке столько, сколько зарабатывает моего уровня популярности американец, допустим, я бы делал качество не хуже, чем американец. Просто потому что я мог бы себе это позволить, и потому что у меня была бы конкуренция, и потому что в этом был бы просто тупо смысл. Мне нет смысла. Вот сейчас, вы понимаете, вы сейчас поймете, почему мой YouTube-канал, вот я делаю свой YouTube-канал, и я на него, вот почему я не пошел на студию, не прописал барабаны, почему, когда я сделал песенку про коронавирус, такую вот стебную, я прямо в этой комнате, вот в Изоруме с раном, как-то записал, криво-косо, без метронома, на отъебись, что-то автотюном быстренько поправил, то есть слепил, тяп-ляп, готово выложил. Почему я так сделал? Потому что даже если бы я сделал охуенно, мне не принесло бы это больше денег или больше просмотров, чем сейчас есть. Почему, когда я записывал MVPD... Спасибо большое. ... ... ... ... ... ... Спасибо большое. Посмотрю обязательно потом. Спасибо за донат. Почему, когда я записывал, допустим, песню с глубоким смыслом, я не стал писать живые барабаны, а прописал вот такие миди? Я не стал платить за сведения, блядь, в Швейцарии, а я заплатил там... Даже не заплатил нихуя, а просто вот фархат свел. Кстати говоря, песню с глубоким смыслом, студийку. Почему... ... ... ... ... Я не стал, не знаю, текст сделать лучше, а вот как бы, что было, то и это, то и слепил. А потому что, даже если бы я заморочился, я бы получил хуйца. Понимаете теперь, о чем я говорю? И хуйца я получил бы, потому что эээ... таков спрос, выраженный именно в деньгах. Вот. Все, я надеюсь, было понятно. А в деньгах спрос... Ну, то есть, у людей нет денег. Грубо говоря. Для того, чтобы там, ээ... ...чтобы их мне давать. Ну, не у всех, но вот у многих людей, к сожалению, нет денег, да, чтобы их мне давать, там, за музло, или, блядь, за гузло, или за еще что-то. А нет их в основном потому, что сами эти люди недостаточно что-то делают. Вот такая вот ээ... грустная, может быть, и... кого-то, может быть, обидит эта мысль. Но вот мне кажется так. Возможно, я тоже недостаточно делаю. Но я стараюсь. Может быть, правительство тоже недостаточно делает. Но тут комплексно. То есть... замкнутый круг. Но, к сожалению, ничего нельзя будет исправить до тех пор, пока не исправятся, скажем так, Маклауды всевозможные. Пока мы не будем вот... стремиться не быть Маклаудами. Миди звучит чаще... лучше, чем живые, а в Чинка выделки не стоит. Ну да, 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 да. Но американцы сделали бы живые. Заморочились бы, денег бы вложили в это. Потому что они бы больше заработали потом. И потому что им есть смысл. Если ты группа Грета Ван Флит, тебе есть смысл заморочиться, чтобы как можно лучше удовлетворить своего конечного потребителя. Потому что ты на нем заработаешь в итоге. А в моем случае, к сожалению, нет. Овчинка выделки не на Ютьюбе. То есть я постоянно пытался именно удовлетворить как следует потребителя. Но Овчинка все время выделки не стоила. Так, ладно, посмотрим дальше. На что Прибалтика. Блядь, ну это вообще смех. То есть вот эти... Там их еще на кахте отыскать-то надо. Вот эти Латвии, Литва, где-то там Эстония тоже была. А повыше что ли? О, блядь. История серьезная? Ну... Вот эту... Прибалтику-то еще поискать на кахте. Там такие... карлики, ну... Причем которые находились долгое время под оккупацией совка, ну... И странно. А теперь у них почему-то беребалка выше, чем в великой сверхдержаве. И ядрить его в корень. А ты говоришь большие зарплаты. Да? Как я еще раз уже сказал, минималка это ху-и-та-сана. Вот... Вот... Самому-то не смешно про большие зарплаты. Но сколько это в твоем понимании большие зарплаты? А может, честно, я уже не помню про что я сказал. Ну, короче, в Москве условно, ну, например, в Москве дохуища возможностей заработать дохуища бабла. И это абсолютно точно так. То есть для человека, который хочет этого сделать, здесь есть возможности такие, которых нет ни в одной европейской стране, как мне кажется. Ни в одной... Ну, нигде. Просто больше нигде нет. Ни в Литве, ни в Латвии, ни... Ну, просто... Потому что, во-первых, Москва это по населению самый крупный город Европы. Просто здесь тупо больше всего людей. Вот и все. И совсем... Ну, весь русскоговорящий именно, весь русскоговорящий так сказать Бомонд, может не весь, но почти весь, он обитает именно тут, в Москве. И, соответственно, здесь да, блядь, я не знаю, в массовке какой-нибудь поучаствовать можно даже самое вот банальное, там, я не знаю, в сериалах, в хуялах. То есть это просто... Даже в Питере этого нет. Это просто хуй найдешь там. То есть фильмы здесь снимаются, наши там, ток-шоу там, шоу-голос здесь снимается. Прийти в массовке посидеть, похлопать, там, 800 рублей получить. Это только здесь можно сделать. Допустим. Как вариант уже. Вот первое. Корпоратив какой-нибудь отыграть у какого-нибудь, блядь, олигарха за 30 косарей за ночь. Это только в Москве возможно. Ну, то есть... Даже ладно, не только в Москве, но вот для такого бича, как я, например. Хотя у меня такого не было. Ну, было, ну, 30 на группу. Вот. То есть... Такое, я думаю, в Ижевске может быть и возможно, но гораздо реже, с гораздо меньшей вероятностью, и, ну, просто это скорее будет удивительное исключение из правил. И, собственно, понятно, Москва не Россия, как говорится, и так далее, но в остальных городах России есть свои преимущества. То есть, в Москве дорого очень жить, ну, снимать жилье. В Питере тоже недешево. В любом другом городе, типа, съехать от мамки, это, ну, просто, как мне лично кажется, это практически вообще не проблема. Только в Москве и Питере есть, ну, да, нормальная тусовка уличных музыкантов, она тоже, да, только в Москве. Ну, в принципе, если ты занимаешься какой-то шоу-индустрией, да, скажем так, то в Москве все для этого есть. Да, пожалуйста, ну, то есть, работая обычным ебаным официантом в Москве, ты тоже там больше чаевых будешь срубать. Больше работы здесь тоже, в принципе. Ну, как-то так, грубо говоря. Маклауд в Питере обитает. Будучи безработным, в Москве за две недели заработал тысяч двадцать пять без напрягов мелкими штуками, если Маклауд живет... Не, он в Питере работает. Ну, здесь, да, типа, я не знаю, блядь, да... Я на улице играл. Там... Косарь за пять часов собирал. Думаю, так. Ну, то есть, бывало я там, ну, пять часов я не... Нет, это... Когда как, на самом деле. То есть, пять часов я не мог петь песни, но там пять часов я мог, допустим, с группой Аскать. А сам Аскал, ну, ну, тоже там за пару часов, там, рублей пятьсот можно было, мне кажется, собрать. Может, триста бывало. Ну, триста точно. Так, ладно, чё? Нахуй сходишь, например? За что тебе, блядь, платить большую зарплату? За что, блядь? Почему? Если в стране менеджер какой-нибудь... Если в стране кризис ебучий, перманентный, да. Ну, не в стране, в смысле, а вообще там, то есть, ну, и это неплохо. А даже если кризис... Вот, предположим, я владелец бизнеса. Я его своим трудом, потом, кровью, мозгами построил. Он мне приносит миллион в месяц. Это мой миллион. Я его заслужил, я его хочу себе, своим детям, своей жене тратить на свои блага, просто наслаждаться жизнью и так далее. И, предположим, у меня, ну, мне нужен охранник. И я ему готов заплатить из этого миллиона тридцать тысяч для того, чтобы у меня не воровали сорок, например, да. Или не тридцать, ну, допустим, даже тридцать тысяч я готов заплатить, чтобы у меня не воровали сорок. И тут этот ебаный охранник ко мне приходит, охранник, да, то есть, причем, не нормальный охранник, а вот Маклауд, блядь, И такой, а чё это, блядь, нечестно, у тебя миллион, блядь, а у меня только 30 тысяч, плати мне, блядь, 45. Я бы сказал, а пошёл ты, петух, в очко. Вот, блядь, пошёл нахуй, я бы ему сказал. И сделал бы правильно. Потому что, блядь, его труд просто тупо не может стоить дороже, чем, блядь, чем он стоит, сука, короче. Вот то же самое. Не потому что Россия какая-то плохая, нищая, не потому что кризис перманентный, не потому что что-то. А потому что это мой миллион, и хуй я его отдам, блядь, какому-то петуху, который его не заслужил, и который не стоит даже 30 тысяч. И если ты Маклауд, то, блядь, вот даже, понимаешь, если у человека даже, блядь, миллион в месяц, но он не будет тебе платить. Не потому что он жадный, не потому что он плохой человек, не потому что ещё там что-то, а потому что ты, блядь, не стоишь 30 тысяч. Больше ты просто тупо не стоишь, потому что ты, блядь, не работаешь ни хуя. Это несправедливо, понимаешь, блядь, что вот я изо всех сил хуячу каждый день, работаю, кучу видосов, блядь, стримлю, и я себе купил из-за рум, а ты пердишь в жопу, блядь, себе просто нахуй, хуйнёй занимаешься, и чтоб ты тоже себе купил из-за рум? Да пошёл ты нахуй! Нет! Я хочу, чтобы у меня из-за рум был, и я в нём сидел, и смотрел из него на тебя, и как бы виртуально плевался в тебя, и получал от этого наслаждение. Я хочу, чтобы как бы ты, допустим, точил доширак, потому что ты, ну и при этом осознавая своё собственное ничтожество, и получается досадствуя всё время вот, то есть бомбля жопой. А я, соответственно, хочу жевать креветочки, вот, брать креветки, макать их там в какой-нибудь пиздатый соус, суши, допустим, да, заказать, роллы себе вот такую, сидеть, точить, облизывать пальцы и смотреть на то, как ты, бич, страдаешь, блядь. А если я работал как проклятый, и я могу есть креветки, там, роллы, блядь, и сидеть в из-за руме, а ты при этом нихуя не делал, и тоже можешь какого-то хуя, блядь, есть роллы и сидеть в из-за руме, то это несправедливо, блядь. Это и есть несправедливость. Он в этот раз тебя не особо трогал. Ну, блядь, потому что я не начинаю поливать, я просто рофлю, блядь, по сути дела. Я объясняю, почему он, ну, не может дороже стоить, грубо говоря. Перманентный, да. В России перманентный кризис. Ну, типа, у меня вот жопа горит с вот этого всего вот. Антироссийские какие-то вот такие слишком настроения. Или социалистические какие-то вот эти вот, блядь, идеи нелепо ебанутые. Вот с этого чуть-чуть, как бы, пердулись подпекает. Ну, не в стране, в смысле, а вообще там, то есть, ну, и это неплохо. Менеджер в какой-нибудь кофейне может получать полтос, 60, 78. А, ну, то есть 50 это много уже, да? Ну, это хорошо. Для, там, какой-нибудь студентки 20-летней. 50. Ну, прекрасно. В менеджер кофейне 50 это много, да? А, то есть, это меньше бича без навыков, без образования какого-то, да? Ну, без особо, особых навыков не надо. Бича в какой-то, блядь, в рот ебаной стране, в которой хлеб стоит в 4 раза дороже, чем у нас, да? Это меньше, чем бича в тех же штатах, да? В долларах меньше, а в батонах хлеба больше. Ну, чё-то такое, как бы себе. Схуя ли тебе платить? Про это я уже объяснял в начале видео. Завлять за более лёгкую работу, нахуй, больше денег. Ты думаешь, работа грузчика легче? Да, однозначно. То есть, есть понятие... Короче, есть сложно, а есть тяжело. Работа грузчика, шахтёра, там, ещё чего-то, это тяжёлая работа, но она лёгкая. Тяжёлая она, потому что это... Она тебя выматывает, ты от неё устаёшь, ты после неё не имеешь никаких сил, она высасывает из тебя энергию. Но сам процесс лёгкий. То есть, допустим, я не знаю, копать яму лопатой, это тяжело. Но это нелегко, просто. Тяжело, но просто. То есть, есть понятие просто сложно, а есть понятие легко тяжело. Работа грузчика тяжёлая, но простая. А денег платят много за сложную работу, даже если она лёгкая. Вот я стример. У меня сложная работа. Сложная. Что значит сложная? Потому что она сложена из кучи разных навыков. Это навык пиздобольства, это навык звукорежиссёра, это навык световика, небольшой, но какой-то. Это навык юмориста. Это навык, не знаю, там, чуть ли, блядь, даже не программиста, чтобы разъебаться в этих битрейтах въебучих, в этой во всей хуйне. Это навык сеошника. Это навык, не знаю, блядь, кликбейтера, в принципе, ютюбера. То есть, у меня сложная, действительно, деятельность для того, чтобы до неё дойти. И плюс, мало того, что она сложная, ещё для того, чтобы здесь оказаться, чтобы уже сейчас сидеть, пиздеть, блядь, и хоть какие-то, там, копеюшки, соответственно, мне люди донатят. Вот чтобы так сидеть, я до этого пиздец, как много, блядь, чё только не делал. Бывало, и, то есть, я начинал там вообще, ну, и это ещё тоже очень круто. Многие, я думаю, могут и этому даже тоже позавидовать, что мне, ну, у меня сразу ютюб-канал зашёл за счёт моих песен. И просто, когда я уже начинал стримить, там уже тысяч, наверное, восемь в месяц у меня выходило. Вот. Сразу. Ну, то есть, некоторые, думаю, могут сказать, да, слушай, а я бы не отказался сразу вот так вот начать. Ну, как бы у меня сразу ютюб-канал просто там набрал быстро тысячу подписок, просто потому что я, ну, я ютюб-каналом занимался, до того, как начал стримить, я ютюб-каналом где-то год занимался активно. И, ну, у меня на нём были именно видосы, то есть, поскольку я в музыке имел на тот момент уже высокую экспертность, то есть, я снимал обучалки, которые набрали там, или обзоры какие-то на гитары, которые по сто там, тысяч, по сто пятьдесят набрали. То есть, поиграл какие-то песни прикольно там, помонтировал, свои собственные песни сделал. И сейчас всё время пытаюсь хайпажорничать. Ну, то есть, ну, просто я постоянно что-то делаю для того, чтобы привлекать, соответственно, новых людей, новое внимание к себе. Да? То есть, у меня работа сложная, но она лёгкая. То есть, не тяжёлая. Сложность её заключается в том, что нужно очень много всего знать, уметь и сделать предварительно. А лёгкость в том, что в итоге сам процесс — это сиди в кресле и пизди. То есть, вот я сижу, откинулся, я могу рыгать, пердеть, материться, пить пиво. Я бухаю вот на рабочем месте. Вон у меня там, бля, бухло. Только-только вот сейчас закончили. Я гермайстер хлебать. Я могу взять выходной, когда хочу. Я могу прямо сейчас остановить стрим, послать всех нахуй, даже не заканчивать это видео вообще. Мне похуй. Я просто сам хочу его закончить. Я могу прямо сейчас реально нажать, даже мысль не договаривать. И чё мне будет, блядь? Ничего. Я могу... Ну, ну всё. То есть, блядь. Могу позже начать. Могу раньше закончить. И так далее. Легко. У меня легчайшая работа. Но она сложная. Она сложная. А грузчик — это тяжёлая простая работа. Тяжёлая простая работа — это самая хуйня, за которую... Ну да, за которую надо платить вот не больше, чем она стоит. Абсолютно точно. Да, я хочу сказать, что работа грузчика и работа, наверное, даже шахтёра, хотя шахтёра посложнее, но охранника — это не просто простая, это элементарно примитивная работа, которая просто не может стоить, даже если она очень тяжёлая, она не может стоить дорого. Вот. Нейросети. Ну, понятно, да. То есть в опасности сейчас все те, чей труд просто может в какой-то момент оказаться дороже, чем робот. Таксисты, там, колл-центры. Мне уже роботы, блядь, названивают на мобилу. Типа, здравствуйте, пройдите бесплатную консультацию вашего очка, блядь. Это уже робот говорит. То есть, причём, ну, как бы, схему они там, типа, сделали какую-то. Это самая... Да, рутинная вот эта вот штука такая. Ну, на самом деле, не всю рутинную работу может именно сделать робот. Вот. Ну, типа, да, то есть, кассиров уже заменяют, по сути дела, машинами. И интернет хуйней. Так что, да. Материально это ответственность. Или хотя бы... А при чём здесь материальная ответственность? Материальная ответственность, это... Она не влияет на тяжесть работы. Ты думаешь, работа грузчика легче? Да? Я уже сказал. С материальной ответственностью. То есть, блядь, ты либо, это, не путай помидоры и красная, блядь. Фу, ну а как там говорится-то, сука? Помидоры и мягкая. Я уже забыл, как это называется. Вот какая-то вот есть такая присказка. Присказка, да. Работа шахтёра и охранника должна стоить дорого, так как люди, пердящие в кресло, типа программистов или стримеров, максимум заработают геморрой у тех же шахтёров в список побольше. Ой. Нет, охранник такой, как МакКлауд, не может стоить дорого. Охранник такой, как МакКлауд. То есть, охранник, если это там, я не знаю... Блядь, охранник, по сути, точно так же пердит в кресло, только при этом ещё и не пиздит ничего. И ни в чём не разбирается, кроме того, что нужно, если что-то страшное происходит, нужно кнопку нажать. Вот. То есть, ну, есть нормальные охранники, а есть вот такая вот, как бы, ну, залупа, которая просто называется охранником. И, соответственно, шахтёры... Ну, наверное, да, шахтёр шахтёру рознь. Ну, просто на самом деле, ну, как бы, я понимаю, это, ну, может звучать очень обидно и так далее, но вот эти вот все работы, учителя, врачи, шахтёры, типа, это... Ну, то есть, врач, допустим, это ещё и относительно сложно. Относительно сложно. Но количество людей, которые, вот, выбирают именно эту профессию, оно, как бы, не позволяет просто тупо... Оно делает бессмысленным более высокий зарплат. Вот и всё. Поэтому просто, ну, к сожалению, да, там... То есть, да, вот есть такие работы, ты получаешь ответственность, если ты врач, если ты охранник, там, материальный, если ты этот, блядь, экспедитор, ты получаешь ответственность, ты получаешь геморрой, ты получаешь нервы сорванные, ты получаешь... Ты безумно устаёшь. Ты просто, блядь, выматываешься. Ты получаешь нищенскую зарплату при этом. Да, к сожалению, это вот такие работы. И, к сожалению, просто по-другому тупо оно и быть-то не может. В условиях России просто тупо сейчас оно, ну, блядь... Не может себе Россия, получается, из-за людей, как я считаю, в основном из-за всевозможных маклаудов, не может Россия себе сейчас позволить этим людям платить больше. Ну и воры, конечно, то есть там коррупция, вся эта хуйня, она тоже виновата. Но коррупция есть там, где есть долбоёбы, грубо говоря. То есть, где может это быть. В Германии просто, ну, блядь, сами люди, скажем так, они этого не допустят. Да. И, ну, то есть они трудолюбивые и так далее. Поэтому у них просто там, ну, как бы... Это нонсенс. А в России, типа, вот реальный анекдот, типа... Начальник охуел заставляет работать за троих. Хорошо, что нас пятеро. И, то есть, ну, блядь. Это шутка, это абсолютно понятная шутка, мне кажется, любому россиянину, скажем так. Ответственность. За ответственность оплата должна быть высокой. Нет. Нет. В этом весь ужас. Как я ещё раз говорю, что есть работы, в которых ты получаешь ответственность, в которых ты выматываешься, и за которые тебе платят ссаные копейки, и весь ужас в том, что, по сути, это справедливо. То есть, я, ну, это понимаю, что, конечно, совершенно разная степень, но... Некоторые врачи, это просто, как бы, ну, Маклауды с образованием врача. Вот представьте, если врач, вот, ну, такой же. Ты приходишь... То есть, врач, я говорю, не про хирургов там, да, у которых... Опять же, то есть, хирург-хирургознь. То есть, кто-то нормально что-то делает, а кто-то, блядь, в жопе ковыряется. И ещё и, блядь, хуже может сделать. Кто-то, соответственно... Ну, блядь, какой-нибудь... Блядь, я вот прям пытаюсь придумать... Какой-нибудь такой вот врач. Даже не знаю. Ну, просто, ну, не знаю, любой орган, предположим, вот взять, да. Ну, там, терапевт, да, предположим. Вот такое общее направление, да, просто терапевт. Жополог, да, проктолог. Вот проктологу, да, за моральное мучение, может быть, и надо. Психологи ещё тем более, да. Ещё особенно смотря какие. И вот это же может быть, вот этот терапевт. Это вот просто такой же макляка, блядь, сидит. Я учился на врача, я работаю, да. Я, блядь, такой вот весь из себя. Который нихуя не делает, кроме вот, блядь, своей полубессмысленной работы. Причём, ладно, нет, осмысленной работы. То есть, допустим, есть работа, там, шахтёра. Она что, не нужна? Нет, она очень нужна. Но нужно 10 шахтёров, а их тысяча, блядь. И представьте, что вот эти 10 шахтёров, вот они есть, и на их, на любое из этих мест, любого из этих шахтёров, есть ещё по 10 человек, предположим. И вот он сидит при этом такой, ой, блядь, хули мне тут платят так мало, блядь, чё за хуйня вообще. Несправедливо, вот рашка-пидорашка, ебаная. Или также терапевт. Вот он сидит, он очень нужный. Говорит, я очень нужный, я очень полезный. Да, ты очень нужный, сука, только, блядь, не лично ты. То, что ты делаешь, нужно. Но это сделать может, блядь, хуево гора людей. Что дальше? Или хотя бы даже столько же. Ну не может, блядь, быть такого, не может, сука. Ну как не может? Может. Вот в цивилизованных странах может вполне. Да, только в цивилизованных странах и, блядь, у всех остальных тоже в три раза или в четыре больше зарплаты. И, блядь, еда стоит тоже в три или четыре раза. Единственное, на чём ты заметишь разницу, это ты айфон себе, блядь, сможешь купить быстрее. И всё, блядь, больше никакой разницы. Ну и что такое 50 тысяч? Что-то на них. И в цивилизованных странах, блядь, маклаудов нет, ёпта. Вот в цивилизованных странах может вполне. Ну и что такое 50 тысяч? Что ты на них купишь? Да нихуя. В России всё очень дорого. Даже курточка там стоит 30 тысяч. 30 тысяч! Вот мне одеться, например, надо, да? Потому что... Нихуя настолько, блядь, не стоит. В России климат-то как бы не очень у нас в Питере, да? Есть зима, там, хуйня, блядь. Ну, какая-нибудь обоссанная, блядь, ну, типа, супер-куртка из, там, самого дорогого этого, блядь. Как она называется? Ну, короче, из магаза стоит. Так-то куртка, я не знаю, да нихуя она, мне кажется, не стоит. Просто именно вот обычная куртка, которая просто делает своё дело. Чё за бред вообще? Куртка за 30 тысяч, блядь. Ну, допустим, там, куртка, я не знаю, 40... Куртка мужская, 48-50, вот я ради прикола вобью. На авито, ёпта я, блядь, вобью. И, допустим, мне кажется, бесплатно могут отдавать. Мужская верхняя одежда. Один. И, допустим, я даже могу там станцию метро какую-нибудь выбрать, чтобы чисто вот прямо у меня возле дома где-то было. Ну, я выберу другую, рандомную какую-нибудь станцию. Сейчас вот ради интереса. Ну, вот, допустим, там, в одном километре от станции Южная, предположим, давайте. Вот три объявления. Полторы тысячи, две тысячи. И вот какая-то, блядь, 15 тысяч, но это, ну, пошла она нахуй. То есть я выбрал конкретный размер. Я выбрал, там, написал даже кожаная куртка, мужская. И выбрал станцию метро и километр от нее. У меня два предложения за полторы и две тысячи. Блядь, все есть, ёпта. И новую, я думаю, можно найти. Любая хорошая брендовая куртка стоит от трех. Ну, от трех, а не тридцать тысяч. Все-таки. Спортмастер, я одеваюсь в конце сезона за 3-4К всего. Это полностью, типа, ты одеваешься, что ли? На болтос можно шикарно жить, если не быть и баклаком. Да. Думаю, тоже так же. Ну, так рассуждать не стоит, на самом деле. Что на болтос можно шикарно жить. То есть шикарно жить можно, наверное, на миллион в месяц. Ну, как бы, относительно неплохо выжить можно на 50. Но просто вопрос в том, нужно все время что-то делать для того, чтобы фармить больше. То есть как-то делать больше пользы. Для того, чтобы иметь возможность просить себе больше денег. То есть если ты такой скажешь, на 50 можно шикарно жить. И будешь жить на 50, и ни к чему большему никогда не стремиться. Это тоже не очень хорошая позиция. Нужно, как бы, на 50 можно, ну, неплохо жить. И, как бы, это очень неплохо можно начать с 50 тысяч. Если тебе, блин, сраных там 18 лет. И у тебя сразу 50 тысяч зарплата. О, ёпта, блядь, люди живут всю жизнь. 50 тысяч фармят. Но стремиться надо все время к большему, мне кажется. То есть именно это и будет в конеч... Ну, это то, что просто двигает, блядь, Мир. Двигатель всего, там, торговли, хуёвли, развития, экономики, там, блядь. Не только экономики, прогресса, технологии, там, все будут появляться. Тогда рог, тогда блюз в стране пойдет. Зимы сейчас не было, вот. А может, иногда бывает, иногда ее нет. В этом году, как бы, ее не было, можно сказать, зимы. А может, бывает, вот, там, по минус 20. Ну, тогда нужна зимняя куртка. На весну нужно... Массажный салон прикольный, кстати говоря, идея. Капец. А кто массаж будет делать? Ты нашел уже двух таяк каких-нибудь? Вообще, надо попробовать с... Ну, ты уверен, что спрос есть? То есть нужно, знаешь, как сделать вроде как? Ну, там, на Авито выложить объявление, типа. Или куда-то еще, или рекламу попробовать дать. То есть попробовать начать с клиентов. Чтобы понять вообще, есть ли смысл. На такую осень, да, нужна осенняя куртка. То есть это еще, блядь, затраты. Ну, нахуй. Причем большие затраты, потому что дешевые курки, да? Вот дешевые все это... То, что покупаешь, да, если там тысяч за пять. Ну, это все рвется нахер быстро. Ну, месяца-два это проживет. Вот, например, у меня ботиночки я купил дешевые. Максимально дешевые, там, за тысячу рублей вот то, что нашел. Ну, не, за тысячу рублей ботинки не могут быть нормальные, да. Но за пять тысяч рублей купить себе, допустим, зимнюю обувь, которая у тебя будет два или три года, блядь. Ну, то есть два или три сезона. Тысяча сто там примерно. Спокойно. Примерно. Что-то такое было. Вот. Так они уже там рвутся нахер. За косарь они и должны рваться. Потому что косарь это, блядь, вообще ни о чем для обуви. Это как расходник можно купить. То есть за косарь можно купить пять пар этой, блядь. Уебаная обувь из-за пять косарей в итоге. Насколько мне их хватило? Месяца три. Месяца три в них ходил. И Тони каждый день, конечно. Трансистая. Вот. Ну, это пиздец. Потому что качество, качество очень говеное. На нуле. Либо мне так не везет. Я не знаю, но... Ммм... Качество твоей работы тоже очень говеное и тоже на нуле. Качество тебя вообще, блядь. Очень говеное и на нуле. Поэтому ты так работаешь, что ты не достоин куртки лучше, чем... Или обуви лучше, чем вот то, что ты... То, что ты описал. Ты... Как ты, блядь, работаешь, так ты и ешь, блядь. Так ты и одеваешься. И... Это... Ну... Плохо, если у тебя будет возможность покупать себе действительно куртку за 30 тысяч. Ты не заслужил ее, блядь. Ничем. Ты ничего не сделал. Захуяли. Ну, это у меня должна быть куртка за 30 тысяч. Я заслужил. И то у меня нет, блядь. Я в обносках хожу. Экономлю, блядь. Для того, чтобы... Эээ... Втариваться всякими полезными вещами. А ты, бля... Член. Вот нормальные куртки там тысяч 10. Вот тысяч 10 стоит. На... Вне сезонка там. Зимние там тысяч по 30 уже. Вот. Ну, это пиздец. Там еще валенки, тулуп, блядь. Бред какой-то вообще. Просто север и кобыла. Эх. Ну, это, короче, пиздец цены. Ага. Только если, допустим, мы... Ты говоришь, что это 50, это много. Да с такими ценами, это как в россияне, ну... Да, 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 зато хлеб, булка дешевая, да. Каждый день ее жрать, да. Оху... Ну, все остальное тоже дешевое. Охуенно. Вот просто сидеть... Вся еда вообще, в принципе. Вот на хлеб, булка, хлеб, булка и водичка из-под крана, да. Купил молодежную немецкую армейскую куртку в секунде рублей за 600 в 2009. С тех пор так огоняю в ней, потому что я охуенная. Что за куртка за 30к, пишет Кей-Кей? Покажите мне эту куртку. Да, блядь, покажите мне эту куртку, нахуй. Че за хуйня? 30 тысяч рублей? А если дешевле, это уже, блядь, говно? Чего, блядь, вообще? Демисезонную брал фамилии за 3,5 тысячи. Пять лет на шузы, бейз, пишет Атанск. Слан Слан вот пишет North Face. Ну, то есть, это все пишут люди просто... Это же не просто рандомные бомжи, это именно топ-донатеры, мне пишут в основном. Ну, или... Ну, как вы... Вообще, в принципе, донатеры, как минимум, да? То есть, практически всех, кто сейчас в чате. Кто модер, это точно. Вот. Атанск тоже. То есть, люди... Ну, у которых 50, наверное, есть, блядь, да? Или типа того. Ну, или которые, может быть, хотя бы просто представляют себе, о чем они говорят. За 3,5 вот взял и заебись. Кей-Кей вот тоже пишет. Что за куртка за 30? Я показал свои траты, лол. Ну, то есть, ну, это же полная хуйня. Что за бред про то, что куртка, блядь... Нельзя купить себе, типа, блядь, зимнюю куртку дешевле, чем за 30 тысяч. Что за хуйня вообще? Просто обоссанная, блядь. Просто супер-бред какой-то. Ну, то есть, супер-охуенная, пиздатая какая-то роскошно-шикарная куртка может стоить 30 тысяч рублей зимнее. Но тебе, блядь, ее не носят ни бомжи... Никакой бомж ни в какой стране не носят такую куртку. Не выдают, блядь, бомжам в Финляндии, там, куртки каких-нибудь топовых брендов, блядь. Они тоже носят, блядь, секонд-хендовые обноски, блядь, сраные. И так далее. Или эти самые... Маклауд Чел, который спустил 100к на две гитары, причем не самая охуенная. Тоже здорово, не знаю, что сказать. Да гитара это хотя бы имеет смысл. Гитару ты как бы купил, особенно бэушную, ты ее продашь, скорее всего, плюс-минус за те же деньги. Гитара это такая более-менее ликвидная история. Не, он как-то подкопил, видимо. Он же говорит, он какое-то время был богатым. То есть он жил с бабулей, получается, ну, вот в этой вот квартире, да, там, в своей комнате. Ну и как бы все, с жильем проблема решена. Если зарабатываешь 20 тысяч, и если тебя кормят, вот, все, можно накопить даже на гитару. Какой-нибудь, не знаю, хрупкий груз. Ладно. В группе, например, туда, там, ванна, ну, как, это не то, чтобы хрупкий груз, там, ну, бывают из зеркала, да, всякие. Вот, покоцаешь, там, ну, нет, за это меньше платят. За это меньше платят. Гораздо меньше. Ну, не работаем. Там не терпели, там не терпели, там, ушли, бастовали, например, да. А здесь, да, груз терпели. Нет, теоретически, то есть речь была не о том, что хрупкий груз, а о том, что сложная работа грузчика, то есть грузчик может получать много денег, если делает не тяжелый, а именно сложный какой-то, вот, сложный труд. То есть какой-то именно редкий грузчик. Ну, условно, у меня, вот, мне рассказывали историю, что есть обычный, ну, есть строитель. То есть есть строитель обычный, который строит просто, блядь, обычные дома, да, там, за 90 косарей, там, предположим, он даже работает, что тоже неплохо весьма себе, да. А есть, например, строители элитных домов, или, то есть укладчик какого-нибудь там, вот, не обычной, допустим, не обычную плитку в ванной, а какую-нибудь суперсложную, там, итальянскую какую-нибудь, где требуется материальная ответственность, где нужно просто суперровно, идеально, потому что ты делаешь для богачей. То есть такая работа стоит, конечно, дороже гораздо. И так можно вот просто строителем сраным быть и там за 300 тысяч работать. То же самое, я думаю, с грузчиками, то есть, допустим, грузчики, которые перевозят пианино, например, я думаю, стоят недёшево. Ну, мне так кажется. Ну, то есть это нужно, как бы... Ну, физическая сила какая-то, во-первых, хорошая, нужная, плюс и, ну, не знаю, там... Мастерство и так далее, хуирство. Ладно, что дальше? Эти рабы, смиренно. В Европе они себе могут позволить. Вот в чём дело. Так, ладно. Остальное дальше посмотрю там. Будет что-то интересное. Вот. Выскажусь в другом видео, дабы не растягивать. Вот. Ставьте тамонечки вверх, подписывайтесь на канал. Здесь только истина была, как всегда. Всё. Ой, бля, бесплатно потратил полтора часа. Это пиздец, ребятки. Это просто, блядь, чё-то нахуй я совсем от скуки ёбнулся. Ну, с другой стороны, швейцарский швейцарец и анальный аналитик задонатили, получается. По 27 рубчинских. Алекс Фетисов. Ну, как бы не, ну, может быть, это можно считать, что это всё вот... Как бы, этого могло бы не быть, если бы не Маклауд. То, что тут было... Ну, рублей 120, наверное, надо начать. Ну, нет, побольше даже. Бля, давайте прям посчитаем. Мне стало интересно. 54 плюс 44. 98 плюс 40. 138. Нормально. 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 Ну, кстати, да, ты же так и не нашёл никакой видос. Можно 200, в принципе, засчитать. Да. То есть... Ну, короче, да, учитывая, что сегодня были такие донаты полу-непонятные. Ещё в Яндекс-донате что-то точно, что я забыл. Ну, ладно. Я просто пытаюсь сам себя оправдать. Как бы, я, получается, хуй знает на что потратил полтора часа. Как бы, было вроде прикольно и интересно, но с другой стороны, блядь, такая хуйня. Да, про кино и искусство я помню твой донат. Ну, ладно, блядь. Окей. Спасибо. Собственно, всё. Видос заканчиваем. Стрим продолжаем. Спасибо.